Всем привет! Это наша самая любимая рубрика «Куплю больше не куплю». Все, что закончилось в июне 2020 года, сейчас с вами разглядим поподробнее. Расскажу, почему я это еще куплю, почему я больше не куплю. Ну и это уже, конечно, мнение полноценное, сложившееся после использования продукта полностью. Итак, начнем. Вы знаете, я хотела сначала разложить по категориям, но на самом деле у меня очень много баночек. И я сейчас просто подряд буду вам все показывать. И начнем со средства для мытья посуды с ароматом лимона и мяты. Ну, средства для мытья посуды я использую разные, но это одно из моих любимых. Конечно же, еще куплю. Кто не знает, можно разбавлять это средство до 4 раз можно разбавить. Оно получается очень жидким, прям как вода, но это совершенно никак не меняет его свойств, наоборот, делает более экономичным. Ну и значок 0+, можно мыть бутылочки, посуду, соски, даже для новорожденных деток. Поэтому, ну, классные средства. Можно использовать в неразведенном виде, в концентрированном. Оно, как привычное, густое такое средство. Но, конечно, это будет менее экономично. Кстати, да, сейчас лето, и можно помыть и овощи, и фрукты. Это имейте в виду, но совершенно безопасно для мытья и овощей и фруктов. Следующее. Закончились порошки. Вот смотрите, эти порошки я купила, как только приехала в Казань. Это была ранняя весна. Наверное, это была середина марта. И закончились они у меня в июне. Апрель, май, июнь. Три месяца я использовала порошки. Но у меня еще есть для деликатных тканей. Вот, собственно, на него я парочку-тройку раз отвлеклась. Все остальное я стирала именно этими двумя порошками. Концентрированные порошки 800 граммов. Но они равны 3 килограммам обычного порошка. Измеряются маленькой мирной ложечкой. И одной пачки хватает на целых 20 стирок. Сейчас, кстати, в каталоге номер 10 вот такой порошок можно заработать себе. Получить за 33 копейки. Потому что он идет в составе подарка новичкам за первый заказ. Там три средства. Пятновыводитель, порошок и кондиционер для белья. Поэтому можно получить его абсолютно практически бесплатно. Да, 33 копейки. Это совершенно сейчас никакой порошок не стоит. А здесь можно получить. Поэтому проходите по ссылке, регистрируйтесь под этим видео. И я уже вам помогу такой подарок получить. Следующее, что закончилось. Давайте вот начну из коробки забирать. Это шампунь для детей с ароматом дыни. Реальный аромат дыни есть еще такой же зелененький с ароматом яблока. Вот там вообще просто как свежевыжатый яблочный сок. Классно пахнет. Этот мне нравится меньше. Поэтому я не знаю, захочет у меня сын или нет. Я вообще ему сейчас уже мужской шампунь купила из линейки Barber Love. Ему нравится. Ну, попросит, куплю. Но вообще мне больше нравится яблочный аромат. И если бы я выбирала, я бы все-таки взяла зеленый. Он у нас, кстати, есть. И с удовольствием тоже ребенок им пользуется. Дальше. Закончился травяной сбор, чистота и легкость в теле. Ну, у нас вот из этой линейки, из фитополиса, все чаи, все травяные сборы очень вкусные. Я их, вот честно, даже пью не потому, что мне нужно чистоту и легкость в теле, а только для того, чтобы разнообразить обычный чай. То есть я люблю зеленый чай, я периодически пью черный чай, но все это надоедает и хочется чем-то разнообразить. И в этот момент я начинаю пить вот эти травы, иногда даже полностью на них перехожу и пью с удовольствием. Вот все три чая у нас есть еще и Муна. И какой еще у нас есть чай? Не помню. В общем, все очень люблю. У дочери закончилась омега. Вот эту омегу мы покупаем на сайте iHerb. И вот в чем большой плюс этой омеги? В том, что у нее большие дозировки кислот, и нам достаточно одной или двух капсул в день. Тогда как другую омегу, когда берешь, там можно и прямо 6,8 капсул выпивать. То есть это очень много. Помимо того, что она пьет еще много чего-всего, вот на самом деле одной капсулы будет достаточно. Не спортсмену, даже не спортсмену. Может быть, ему будет и многовато омеги. Ну вот ей, как спортсменке, две капсулы в день мы принимаем. Конечно, мы закажем еще. Для вас я могу предоставить промокод тоже под этим видео, чтобы вы могли купить со скидкой. Ну и вот это California Gold Nutrition компания. Вот эта омега, она там в рейтинге. Ну, не знаю, первая, не первая. Мне кажется, там места меняются. Но она в топ-3 точно вот эта омега была. Именно омега-800, обратите внимание. Ну, я попробую даже на нее прям ссылку оставить, чтобы вам долго не искать. Ну, и не так часто она на самом деле в наличии бывает. Я ее вылавливаю каждый раз. Закончилась у меня, девочки, закончился набор, закончилась карбокситерапия. Все средства из карбокситерапии пустые. Я не вижу шага один. Вот, в общем, закончилось все. И мы сейчас с дочерью открыли уже вторую коробочку. И с удовольствием использую. Я использую для того, чтобы выравнивать тон кожи. Ну, собственно, она тоже для этой же, потому что у нее есть пост-акно на лице. Кто-то там к нам в гости пытается зайти. Они уже поняли, что здесь идет процесс видеосъемки. Про карбокситерапию я долго рассказывать не буду. Вы уже поняли, что я купила еще. И целых два способа использования у меня было протестировано. Давайте тоже ссылки оставлю под видео. Можете пройти и посмотреть оба видео. Как я разными способами ее использовала. Какие были у меня ощущения. Это все в отдельных видео сказано. Дальше пенка для умывания закончилась. Ирина, ваш. Мы с дочерью вдвоем пользуемся этой пенкой. И плюсы этой пенки. Во-первых, можно умыть все лицо, включая глаза. И она не будет щипать глаза. Второе, она совершенно не сушит. И в-третьих, она очень экономичная. Ну, на самом деле, мне достаточно даже половины нажатия этой пенки. Я всегда наношу ее уже на влажное лицо. То есть, я мицеллярной водой, например, уже лицо умыла. И мне осталось только эту мицеллярку смыть. Ну, и остатки всего макияжа досмывать. Поэтому мне много не нужно этой пенки. Она у меня просто, я не знаю, по полгода, наверное, я ее использую. Вот когда дочь присоединяется, тогда, конечно, все быстрее. Но куплю еще, однозначно куплю еще. Я меняю. Вот сейчас, например, у меня было очищение Айсиул. Я его отложила на лето. Сейчас я использую мицеллярные воды в сочетании с пенкой Риноваш. Вот. Ну, куплю еще, но чуть-чуть попозже. Отдельная такая подрубрика. Куплю еще, но чуть-чуть попозже. Закончилась паста. Вот это у меня сын пользовался этой пастой. Но сейчас мы перешли на нуки. И я начала тестировать нуки. Не знаю, будет у меня здесь пустая баночка из-под нее или нет. В общем, эту пасту мы пока больше не купим. Не потому, что она плохая, а просто потому, что вышли новые. И мы будем постепенно их тестировать. А вот мицеллярная вода Биомика. Она закончилась. Это из первого самого выпуска, который поджигал немножко лицо. И мне прям очень сильно жгло. У меня были прям покраснения. И я была очень ею недовольна. Спустя какое-то время я ее заново попробовала. Она, оказывается, нормально. Ничего мне не жжет. При том, что с ней-то ничего. Она-то не поменялась. Она, правда, у меня к концу немножко поменяла цвет. Она стала немножко желтить. Непрозрачная. Вот. И я спокойно ее допользовала. Но уже когда наступило теплое время года. Потому что мицеллярные воды мне подсушивают лицо. И в прохладное время года у меня прям до шелушения доходит. И я убираю ее. Гидрофильное масло из-за осиула заходит просто в холодное время. И я его поэтому отставила. Будем ждать сентября-октября. А Биомику допользовала. Ну, вот насчет куплю еще или нет, я сомневаюсь. Конечно, привлекает цена у нас. Или сейчас, или в следующем каталоге. Она вообще будет 199 рублей. Это я вам говорю цену до скидки. Та, которая указана в каталоге. Здесь 300 миллилитров. Спрошу у дочери. Я только что купила себе две вербины. Они маленькие. Удобно брать с собой, если куда-то едешь. Ну, и вообще они меньше места занимают. Я не так много пользуюсь мицеллярной водой. Поэтому, вот не знаю, нужен ли мне такой объем 300 миллилитров. Для кого-то нужен, да. Потому что я знаю, как у девчонок расходуется эта мицеллярка. Просто ведрами я такими количествами не расходую. Поэтому не знаю. Не знаю, куплю еще или не куплю. Собственно, претензий к ней нет. Изменили консервант у нее. И больше лицо она не обжигает. То есть, этот минус исчез. Но у меня просто тут, вот видите, свои какие-то нюансы использования. Только лишь из-за этого пока не куплю. Гель увлажняющий для лица у дочери тоже закончился. Это линейка Weekend. Любимая многими. И это именно гель. И уже повторно я его купила. С кремом у дочери почему-то не сложилось. Она сказала, что вот этот гель увлажняет лучше вообще всего, что я ей когда-либо покупала в каталоге. Поэтому, девчонки, уже ей купила. Уже ей купила. Так что вы поняли, да, что куплю еще. Крем-венотоник для ног. Ну, это просто хит мой для лета. Это когда летом ты находишься, в смысле, пешком нагуляешься. Ноги тяжелые, ноги уставшие. Берешь этот венотоник, наносишь. И это просто прохладное обертывание для твоих ног. Как будто бы влажным таким полотенцем прохладным. Ты ноги окутала. Ложишься, и они прям расслабляются. У меня вот такие ощущения. Я, конечно, им безумно довольна. Конечно же, куплю еще. Тем более, опять же, у нас или десятый, или одиннадцатый каталог. Я их тут просто вместе смотрела. И все спуталось в голове. Акции обязательно мы с вами можем сравнить. Я уже делала обзор на десятый каталог. Он давным-давно на канале. И на одиннадцатый каталог вот недавно выложила. Можно посмотреть. Я точно говорила, что на него акция. И что его точно надо брать. И это однозначно куплю еще. Разогревающая маска против выпадения волос. Это тоже моя любимая масочка, которая моментально просто останавливает волосопад. Вот вдруг, ни с того ни с сего, ты волосы моешь, смываешь водой. И видишь, как просто они вместе с водой стекают. И думаешь, да боже, что же делать. Да вот что делать. Берешь эту масочку, наносишь исключительно на корни. Я ее втираю прям в корни. На кончики наношу обычную маску, которая там питательная, увлажняющая. То есть я два зайца убиваю за одно применение. Потом я надеваю мешок сверху и закутываю полотенцем. И начинает сжечь. А, перед этим я еще черным шампунем мою голову для того, чтобы очистить хорошо кожу. У меня сейчас еще и шампунь-скраб. Жду, когда закончится. Не очень им довольна этим скрабом. Вот, ну, в общем, круто. Буквально следующее же мытье головы и волос прям в разы меньше. Нравится маска, конечно, куплю еще. Ну, вот этот крем для рук. Однозначно куплю еще и еще. Это мой самый любимый крем для рук. Тоже 109 рублей он бывает в каталогах. И это однозначно куплю еще. Дальше молочко питательное. Вот это точно в 11 каталоге будет всего 99 рублей. Здесь 100 миллилитров. Во-первых, не надоест аромат. Во-вторых, вы можете опять же взять куда-то в путешествие. Сейчас лето. Мы все равно куда-то выезжаем. Конечно, нам за границей сейчас не очень доступно. А какие-то местные базы отдыха, там еще что-то. Вот 100 миллилитров вам и на тело хватит, и на руки, и на все что угодно. В общем, классный крем. Что-то у меня на него пролилось, и у меня теперь все руки в этом. Дальше достаю средства для дома. Ну, это... Боже, тут прям так конкретно пролилось. Девчонки, ну извините, да, это вот... Мы же мусорку с вами разбираем. Средства чистящие для ванной комнаты, ну, и средства для плиты духовок. Вообще, мне кажется, без комментариев. Я беру еще, беру всегда, и беру прям уже оптовыми какими-то партиями. А теперь посмотрите кислородный бальзам. Закончился и у меня, и у дочери. Это две вот таких вот штуки. Там, кстати, третья лежит. В июльские баночки попадет. Началось лето, дочь загорает. Где-то плечи подгорели, где-то я погуляла, плечи подгорели. Вчера сын вот утюгом себе вот такую полосочку сприжег на руке. В общем, вот это у нас незаменимое средство. Синяки с лестницы. У меня дождь тут скатилась. В общем, моментально просто. Если синяк вовремя намазать кислородным бальзамом, не синяк, а место ушиба, то синяка может даже не проявиться. Вот такое волшебство он творит. Ожоги обезболивает. Тут уже никакой пантенол вам не нужен. Меня все время говорят, Марина, почему ты трогаешь волосы? Девочки, попробуйте хотя бы 10 минут перед камерой постоять. Они все равно куда-то прилипают, куда-то лезут эти волосы. И волей-неволей ты их поправляешь. Ну, я просто, я читаю, когда такие комментарии, мне все время хочется сказать. Девчонки, ну я же живой человек, я же не кукла. Поэтому можно фотографию поставить на заставку и голос наложить. И тогда я не буду ни волосы поправлять, ни руками двигать там. Не знаю. Ну, блин, живое видео, поэтому волей-неволей ты волосы трогаешь, они мешают где-то. Где-то вот, ну вот сейчас я стою, они, например, вот здесь вот просто, мне уже жарко от них. Поэтому это естественный процесс. Дочь любит пасту Colgate. Все, никак она, никак. Все, какие-то пасты ей сначала Фаберлик более-менее понравились. Потом она сказала, нет, все, не надо, купи мне опять Colgate. Вот выжимает его до последнего. То есть она и кислородный вот так допользует, и пасты выжимает до последнего. Любимая ее паста. Вообще любую Colgate ей покупаешь, и ей нормально. Вот она очень любит. Салфетки влажные для кожных изделий. Это, опять же, куплю еще. Это я куплю всегда. Это всегда у меня есть. 30 штук влажных салфеток здесь в упаковке. Сейчас летом они не так востребованы, потому что обувь не так пачкается, нет грязи. Ну и обувь у нас в разы меньше по размеру. Это не ботинки, не сапоги, а какие-то там босоножки с тонненькими лямочками. В общем, все равно используется, но, конечно, не так интенсивно, как обычно. Я нашла еще одну закончившуюся пасту. Это Фаберлик 200% White Freeze. Вот опять берет, откуда-то волосинка прицепляется. Вот эту пасту я одно время полюбила. Потом купила, она вдруг опять перестала чистить. Видимо, что-то в технологии или, не знаю, или в состоянии моего организма изменилось. То я могу ей чистить, то не могу. В общем, она пока уходит в разряд, больше не куплю, а дальше посмотрим. Может быть, через полгода опять куплю, и опять нормально все будет. Ну, вот все. Дезинфицирующий гель для рук в ближайшее время больше не куплю. Не куплю. Я не люблю вот эти все гипермеры, когда нужно доводить все до дезинфекции. Там, не знаю, обезбок... Скажите, как это? Антисептики. Вот это все, это все не для меня. Я это не люблю. Несмотря на то, что у нас очень классный вот этот антисептик, он не сушит руки. Тоже я отдельный обзор на него делала. Можете поискать на канале. Если не забуду, приложу ссылку под видео. Классный, не требует никакого нанесения крема после него, не сушит. В общем, мне... Он, в принципе, и мне сравнить не с чем. Я никогда не пользовалась. Вообще никогда не пользовалась антисептиками для рук. Если бы не вот эта вот истерия по поводу вируса. Вот. У меня, конечно, есть свои мнения на этот счет по поводу этого вируса. Но, на самом деле, больше не хочу я им пользоваться. И вот у меня сейчас остатки есть еще одного флакона. И я даже его уже в руки не беру. Все. Влажные салфетки или мытье рук. Все. Никакого антисептика. И я в ближайшее время покупать не буду. Если опять начнется какая-нибудь такая ерунда, то, возможно, я опять поддамся панике и буду покупать снова. Нашелся первый шаг из карбокситерапии. Вот он. Про него уже тогда не было ничего. И куда-то делся третья упаковка. Куда-то делась из пустых баночек. Это ароматизаторы. Девочки, у меня прекрасно держатся ароматизаторы. Мне даже написали комментарии, что у некоторых настолько интенсивный аромат. от этих ароматизаторов, что семья умоляет их уже убрать. Насколько... Сынок. Я снимаю видео, что нужно убрать их из использования, потому что очень интенсивный аромат. Мне понравились и цветочные вальсы. Вишневые я уже... Кстати, да, про вишневые я уже давала отзыв, что мне он очень понравился. И лаванда, на которую у меня последнее время прям огромное желание именно аромат лаванды ощущать. И вот этот я повесила под шубу, на вешалку с шубой. А вот этот просто висит у меня в шкафу с бельем и ароматизирует все прекрасно. Поначалу, конечно же, как только ты его вывешиваешь, максимальная концентрация, максимальный аромат, который, может быть, кому-то даже бьет в нос. У меня таких ощущений нет. Шкаф достаточно просторный, и он распределяется. Понятно, шкаф не герметичный. И это все равно имеет особую такую... Просто придает какую-то ауру. Не то, чтобы там прям вот так в шкафу или ты задыхаешься. Нет. Все в пределах абсолютно какого-то нормального восприятия. Вот у меня так с этими ароматизаторами куплю еще. Куплю еще следующее. Это десерт желе гиполайт обязательно. Я тут решила, что надо прям заняться-заняться печенью. Опять купила себе на курс эссенциале. И буду вот этот десерт желе. Почему одна упаковка всего за июнь закончилась? Потому что у меня их оставалось всего две. А вторую я растягивала. Сначала пила вместо двух по одной, чтобы ждать акцию и заказать. В итоге вообще забыла пить. И у меня там еще несколько сашей этих осталось. В общем, нужно было все-таки допить интенсив, как я пила два сашей в день и просто закончить, чем вот то, что у меня вообще просто сбился вот этот ритм и прервался курс полностью. Это, конечно, плохо. Ну ладно. Вместе с эссенциалей начну это пить. И обязательно... Какой эффект? Вот вы меня спросите. Вот ты пропила, и что ты можешь сказать? Ничего не могу сказать. Потому что печень – это такой орган, который не болит. Он не болит. Он дает о себе знать какими-то косвенными симптомами. То есть я совершенно не исключаю, что пигментация у меня именно от этого. Стала она меньше или нет? Нет, она не стала. Она вот она. Вы ее даже сейчас можете разглядеть через тонкий слой тонального. Но еще раз повторяю. Печень не болит. В ней нет нервных окончаний. Ее может только прощупать врач, что она увеличилась, например. Или вы можете ощущать какую-то тяжесть в правом подреберье. Потому что если она увеличена, ну это уже вообще от ас. Надо, конечно, ее поддерживать, лечить. Поэтому я не хочу доводить до этого состояния. Я просто вижу по себе, что мне надо это попить. Тем более там состав полностью натуральный. Там травки, экстракты трав. Поэтому я буду пить. Это чисто такая и профилактика, ну и помощь своему организму. Все-таки я уже не молода. Мне не 15 лет, чтобы у меня здоровье было, как у молодых. Поэтому буду поддерживать. Ну вот еще у нас из старых запасов нашлись по разным рюкзакам и мешкам, сумкам, пакетики от протеиновых батончиков. Ну почему-то дочь перестала их просить. Они сейчас еще и летом, и в рюкзаке нормально не доедут из-за своей шоколадной оболочки. Поэтому пока не куплю. Ну вот на самом деле здесь три самых приятных, на наш взгляд, вкуса. Это вишня, по-моему, с миндалем, шоколад и кокос. Ну кокос вне конкуренции. Дочь сказала, что все, ей другие не надо. Но шоколадный тоже вкусный, и она с удовольствием съела. Я побаловалась и перестала. Я все-таки люблю больше шоколад, чем какие-то его аналоги. Тем более, что для печени, конечно, наверное, протеиновый батончик был бы лучше. Хотя, не знаю, насчет все-таки, да, там все-таки белок и вот как это все. Но шоколад однозначно для печени нельзя. Но я считаю, что вот я люблю шоколад, и я лучше маленькую дольку съем того, что я люблю, чем целый батончик того, что я не люблю. То, что мне придется ради сладости ощущать, не сильно получать от этого большое удовольствие, да. Вот я так не люблю. Я люблю все-таки лучше-меньше, да лучше. Вот это у меня прям жизненный принцип. Лучше-меньше, да лучше. Мыло не закончилось. Я его просто распечатала. Закончившееся мыло показать невозможно, да. Пустая баночка, это упаковка от мыла. В общем, мне наше мыло очень нравится. Оно, вот говорит, ой, оно раскисает. Девочки, мыло раскисает от воды в мыльнице. Больше оно не раскисает ни от чего. Само по себе мыло никакое не раскиснет. Вот оно будет сухое лежать, оно не раскиснет. Как только в мыльницу попадает вода, любое мыло раскисает. Вот абсолютно трескается, с такими соплями становится, извините за это слово грубоватое, но по-другому не скажешь. Поэтому вот это мыло, оно просто не пересушивает кожу. И спасибо ему за это, конечно, куплю еще, как только понадобится. Моя зубная щеточка новенькая распечаталась. Желтые себе покупаю. Все цельные цвета покупаю членам семьи. Вот. Однозначно куплю еще. Это моя любимейшая зубная щетка, силиконовая. И всегда дожидаюсь акции и покупаю несколько. Так, ну почему-то вот одна упаковка. На самом деле были где-то еще и дневные прокладки наши. Это ежедневные. Упаковка от ежедневных прокладок закончилась. И я уже говорила, куплю, куплю еще, и еще, и еще, и еще. Тоже видео про них снимала, можете посмотреть. Так вот, ежедневки, тоже показывала в одном видео уже, да. Это не просто вот, я раньше покупала дискрит. Дискрит это такое полупрозрачное, полупрозрачная салфеточка с клеевым краем, которая вот, ну, прям вообще неощутимая, незаметная. И на самом деле она, ну, ароматизированные нужно, они практически все очень сильно ароматизированные. И мне иногда кажется, что перебивают даже аромат духов. Вот эти ежедневки. Дискрит. Поэтому я, дочь любит без аромата, и я тоже практически без аромата покупала. Без аромата, ну, так себе. Вот здесь, девчонки, они никакие не ароматизированные, но никаких запахов они не производят, будем так говорить, да. То есть от тела все равно у нас, мы же для чего-то их клеим, да. Так вот, собственно, вот это вот все может провоцировать какие-то неприятные запахи. Так вот, вот здесь технология производства точно такая же, как у дневных прокладок. И все абсолютно удерживает, абсолютно блокирует все, что можно заблокировать из запахов. и чуть-чуть, они, конечно, потолще, чем дискрит, но даже на последние дни, критических дней, на последние дни можно вместо обычной уже толстой прокладки наклеить и не бояться за то, что у вас куда-то что-то протечет. Девчонки, я уж так открыто говорю, но по-другому, как об этом сказать, я не знаю, поэтому говорю, как есть. Вот я спокойно ношу, и никаких у меня нет каких-то панических «Ой, не дай бог там!» Нет, такого быть не может. Все впитает, все в себе оставит, заблокирует и никуда не денется. Гель для душа «Вишневый конфитюр». Он не закончился. Это было перелито в баночку с дозатором для того, чтобы мыть руки. У нас было такое мыло. Ну и как гель мне подсушивает немножко кожу, поэтому я использовала как мыло для рук. Прекрасно пенится. Густую такую, но оно густое, хорошо промывает руки, ну прям отлично. Я перелила, и мы сейчас используем это как мыло для рук жидкое. Бальзамчик. А, по поводу геля куплю еще, да, потому что вот этот вишневый аромат очень-очень приятный. Куплю еще, но именно как средство для рук. Бальзамчик. Сразу говорю, куплю еще и покупаю всегда. Я покупаю по несколько штук. Мне очень нравится. Утром, вечером я перед сном и перед тем, как, ну в общем, наношу уходовое средство на лицо и наношу этот бальзамчик для того, чтобы подготовить губы к помаде. Ну и закончился у меня блеск из линейки Глэм Тим. У меня был в оттенке 4597 и это уходит в больше не куплю. Почему? Ну, во-первых, блеск ярко-розовый. Вот он отсюда не достается. Вот это уже все, не достанешь оттуда. Здесь какое-то количество. Уже убран у меня ограничитель. Но, как бы я не пыталась достать, посмотрите, спонжик заканчивается так, вам не видно. Спонжик заканчивается вот здесь. Спонжик заканчивается вот на этом месте. И здесь он уже не в средстве. Средство на стенках и его невозможно оттуда никаким образом достать. Сколько бы я сейчас не пыталась этим спонжиком здесь достать, ничего не достается. Ну, это ладно. Тут невелико, конечно, количество. Бог с ним. Вопрос в том, что в этом блеске есть ощутимые блестки. Вот они прям крошечками на губах чувствуются. И вот по мне они не сильно мешают. Но вот лучше бы их не было. И у нас есть блески, в которых нет таких блесточек, которые крошками или песком, или, вот знаете, ветер дует, когда пыль поднимает все с земли, а у тебя помада или блеск, и ты потом вот так делаешь, а у тебя крошки на губах вот этой пыли. Вот такие же ощущения здесь изначально, да, то есть ветер не дует, а крошки уже есть. Поэтому не куплю. Я купила такой же белый. Я еще спрашивала вас под каким-то видео давно еще. Хотела купить белый. И я его купила. Совершенно бесцветный блеск. Он там с небольшой голограммой розовой. И мне написали, что в белом нет. И я только вчера попробовала этот блеск. А, потом написали, что есть. Но когда написали, что есть, я уже его купила. И обратной дороги не было. Вчера я нанесла. И, видимо, как-то, я не знаю, первая порция мне попалась абсолютно нормальная. А сегодня я уже, ну, это не сейчас. Сейчас у меня помада. Помада-бальзам, кстати, цвета фуксия. Я ее очень тонко нанесла и получила вот такой оттенок. Так вот, сегодня я уже с утра нанесла вот этот блеск прям интенсивно. Он очень красиво лежит. Я говорю сейчас про прозрачный, про такой же прозрачный. Но опять все губы вот в этих крошках. Поэтому больше не куплю. Ну и плюс ко всему, знаете, мне здесь не очень понравился вкус и отдушка. Вот все равно, как бы ты не аккуратно не наносил этот бальзам, не использовал, все равно немножко попадает в рот. Ты чувствуешь вкус, ты чувствуешь аромат носа. Есть какой-то отдаленный аромат мыла. Вот он с одной стороны какой-то конфетный, если просто из тюбика вдыхать. А когда наносишь на губы, уже немножко другие включаются рецепторы, да, и обоняние. И вот в комплексе есть какой-то небольшой мыльный вкус. Скажите, Марина, откуда ты знаешь про мыльный вкус? Ты что ела, мыла? Я однажды, да, малиновый скраб попробовала. Ужас, конечно. Было интересно, малина там или не малина. Наивная, да, девчонка 40-летняя. Так вот, и поэтому я вот такой блеск не куплю. Мне не понравилось, что он практически не дает цвета. Белый тоже не куплю. В общем, я вот эти блески не куплю из-за того, что у них очень сильно ощущаются блестки крошками, поэтому это уходит в не куплю. Ну, вот такие у меня были пустые баночки. На этом уже все. Я абсолютно все вам рассказала. Проходите под видео, смотрите по ссылкам все, что я упоминала в этом видео. Пользуйтесь промокодом на скидку на сайте iHerb. Ну, а я желаю вам всем приятных покупок. И, а, да, и еще ссылку оставляю на регистрацию в мою команду. Я буду вашим помощником. Если вы по ней, именно по ней пройдете, это моя персональная ссылка. Ну, чтобы вы просто знали, что вы никому попало попадете, именно ко мне. И я буду с вами уже вам помогать в оформлении, в оплате. В общем, вот все, что связано с заказом, можете не волноваться. Я вам обязательно помогу. На этом все. Большое спасибо всем за просмотр. С вами была Марина Соловьева. До новых встреч. Увидимся.